Сегодня я расскажу вам, как настраивать ирландскую поперечную флейту. У меня в руках моя поперечная флейта из гренадила. В целом флейта состоит из пяти частей. Три основных больших таких части. Это у нас голова с бочонком, тело и хвост. На теле у нас есть два нитяных соединения. Нитки мы подматываем, чтобы входило достаточно плотно, но в то же время мы могли разобрать флейту. Она входит достаточно плотно, но может покручиваться. Здесь мы собираем в линию, дальше в бочонок вставляем. Дальше голова. Голова у нас отсоединяется от бочонка. И в среднем мы настраиваем, чтобы здесь входил мизинец. То есть, если мы ее сдвинем сильнее, то у нас общий тон флейты начнет высеть. То есть, она будет к ре диезу стремиться. Если мы ее будем раздвигать, то мы ее как раз доведем до ре. Зачем нужна вот эта подстройка? У всех разное звукоизвлечение, и некоторые, например, ре достигают на вот таком сдвинутом. То есть, это еще зависит от выверта флейты. Если мы ее к себе немножко повернем, то у нас она будет низить и опять же в ре строить. Вот с таким раздвигом. Но если у вас уже более мощное звукоизвлечение, вы можете ее раздвинуть посильнее и задувать туда тоже посильнее. Она будет снова строить в ре. И еще один загадочный такой вот элемент, который достаточно плотно сидит. Это у нас такая вот пробка. Пробка, вот смотрите, я показываю, как она примерно должна настроена быть. Если мы ее начинаем скручивать, то это скручивание у нас влияет на вторую октаву. То есть, мы ее сейчас вот закрутили посильнее, уменьшили расстояние до торца флейты. И теперь попробуем увеличить посильнее. Раскручиваем ее. Вставляем. Это тоже достаточно плотно. За нитками там следим. У нас вторая октава начинает убегать. Поэтому мы где-то возвращаем на вот такое положение. Это тоже все индивидуально подбирается под играющего. Вот эту штуку мы не рекомендуем крутить. То есть, если вы только начинающий игру, играющий на флейте. То есть, когда вы приобретаете флейту, она уже настроена. То есть, главное, вот здесь немножко подстроить под себя. И можно спокойно учиться играть. То есть, вот эту штуку лучше крутить, когда вы уже понимаете, что вы делаете. Когда у вас уже хорошее звукоизвлечение. И вы можете как бы слышать и контролировать все звуки.